всем привет вот и кот получился сегодня ночью она родила ягненок орёт требует молока вот такие вот красотульки 3 все мальчики точнее красавчики посмотрим выживут ли все потому что трое такие достаточно мелковатые мне кажется ну и прохладно сейчас овец с козами остальных оставлю сегодня на обед на улице в сеннике пусть доедают сена которая там есть мы уже вот носим с другого ой не бейся не бейся красавчик красавец это орёт то что она здесь одна осталась не думала я что она первым окотом родит троих это ягнята которых выпаиваем ну вот родила троих мальчика я уже ее подержала молоко вроде молозива есть они все попили по порядку втроем и вот легли спать не знаю может их закрою здесь отдельно есть такая вот клеточка небольшая посмотрим либо пусть пока на обед здесь будет а потом их тогда уберу туда клетку просто не хотелось бы чтобы все-таки она их где-то теряла потому что тогда больше коз бывает такое что она там своими делами занимается так ее и покормить чуть проще корова с телочка едят дробину падает у нее тазик сена это хорошие мы договорились с родственниками соседа который умер он заготавливал чуть-чуть наверное с целью нам продать ну вот мы решили здесь недалеко носить зато будет хуже получше сена покачественнее потом приведем еще три тюка нам должны но там мне кажется не очень хорошая сена были сегодня еще привезем может тюк все спят малыши я надеюсь что я конечно не думал с не будет трое потому что я надеялась ой этот меня бьет в руку как будто я и я его мамаша я надеялась что будет там 12 чтобы ее можно было сдаивать и кормить вот этих двух ягнят потому что у их мамок нету молока а корову я хочу запустить уже время ее запускать но как бы и их без молока оставить тоже тяжело жалко пытается съесть ему ухо зачем ты его поднял ему спадки нужно пойду докармливать потому что будет терроризировать малышей и меня тоже залазит на меня на руки вот что значит когда все на хорошие с листиками и корова и телочка все аккуратненько идет зелененько как мне нравится когда она хорошо и сено кушает на данный момент мы кормим корову шротом подсолнечника немного добавляем дробина пивная сырая несушеная и сено где-то ну вот такой вот вот такой тазик утром днем и вечером корова ест и вот это вот такую дает челочка кастрюлю не знаю сколько здесь литров наверно 5 что я не знаю как нам поступить при запуске нам нужно еще запустить а количество еды урезать я и не хочу потому что хочу чтобы она поправилась пока будет запуске то есть мне нужно и запустить и количество корма в день оставить либо на пару дней урезать понемножку чтобы она как бы ушла в запуск не знаю как это лучше сделать если кто-то знает пишите на запуске я ее все равно буду кормить потому что мне надо чтобы она поправилась чтобы не торчали эти вот сверху косточки две которые торчат худоватая достаточно для коровы тем более стельной но сейчас тяжело ее откормить потому что она доится но как бы как ее запустить и кормить в то же время нормально потому что всех кого я смотрю в интернете все при запуске вообще практически не кормят только перед растелом то начинает понемножку водить еду обратно а мне получается нужно немножко по-другому это как-то организовать все ну телочка отошла такая вот она нас дома 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 всем спасибо за просмотр не забывайте поставить лайк